Детская площадка, а в нескольких метрах мусорная свалка, содержимое которой разлетается по всему двору, жалуются жители. Убираться приходится самим по несколько раз в неделю. Контейнеры иногда вывозят, а то, что летит с этих контейнеров, всё на нашу площадку. Убирать у нас кто? У нас никто не убирает. Как будто у нас двор. Дворник-то у нас есть, но он вот около подъезда подметёт и всё. А чтобы бумажки собирать с детской площадки нет. Не вывозят и то, что лежит непосредственно вокруг площадки. Крупногабаритный мусор сюда несут жители нескольких близлежащих домов. Старые автомобильные покрышки подкидывают сотрудники местной шиномотажной мастерской. А вот убирать мусор почему-то не торопятся. Зато квитанции за вывоз отходов приходят регулярно. Много раз жители обращались в различные профильные ведомства, но уже несколько месяцев мусорная куча остаётся на месте. Мы куда только не писали. Вот у нас огромный список. Вот и звонили, и писали, и в РЭУ кругом, и в приёмную губернатора. Никакой реакции, никакой реакции. Это просто вообще кошмар. Вот что нам делать? Помогите нам. Я звонила по вывозу твёрдых отходов. Я им начала звонить ещё с 18 или с 19 числа. А сегодня уже я им звоню. Ваша заявка принята. Потом звоню через три дня. Ваша заявка принята. Потом звоню, а она мне говорит. Вы уже третий раз мне названиваете. Я сказала, что ваша заявка принята. Вот сидите и ждите. Ну это что такое? Мы за что деньги платим? Я ничего не пойму. За вывоз мусора. С каждого метра берут с нас деньги, а свои обязанности не выполняют и работу свою не делают. Люди боятся, что однажды из-за непотушенного окурка всё это может загореться. Жители надеются, что ситуация не дойдёт до критической точки. И это не единственная проблема пятиэтажки. Ну, парное молоко. Уже более двух недель дом остаётся без горячего водоснабжения. Точнее, вода из крана течёт, но по температуре горячее от холодной отличается не сильно. Чтобы помыться самим или помыть посуду, людям приходится кипятить воду, а потом бегать с тазиками и ковшиками. По их словам, даже если воду слить, эффекта от этого не будет. И вот только спускаем, спускаем и спускаем. Такие ещё деньги платим. Но это можно подумать. По 12 кубов потом слышим. А на без конца у нас плохо с водой. Жители надеются, что у коммунальщиков всё же проснётся совесть, и они наконец-то выполнят свои обязательства. Вдвойне платить за воздух людям уже надоело. К решению проблем они просят подключиться районную администрацию и надзорные ведомства. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ.